В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. В обл. управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям обыски. Их проводят следователи Госбюро расследований. Эту информацию подтвердили в ГСЧС, объяснив это тем, что такие действия проводятся после каждого ЧП с человеческими жертвами. В здании областного управления ГСЧС проходили обыски. Следователи изымали материалы проверок сгоревшего колледжа на Троицкой за 2014 год. Как нам сообщили в пресс-службе, проверки были на шестом этаже. По трагедии на Троицкой, которая унесла 16 человеческих жизней, открыли еще одно уголовное производство. Речь идет о халатности работников ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в доме Освадурова. ГСЧС. 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 ГСЧ. ГСЧС. 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 Я же учусь лучше, чем кто-то. А почему ты смотришь на тех, у кого плохо? Точно так же и наш декан. Почему он смотрит на тех, у кого плохо, а не на тех, у кого хорошо? С аварийными выходами и планами эвакуации все тоже печально, говорят студенты. После трагедии на Тройск они обращались с просьбой спилить решетки на первых этажах или хотя бы установить внутренние замки, которые в случае пожара можно будет сразу открыть. У нас есть выход, который находится возле туалета. Он закрыт на защелку и закрыт на ключ. Единственный ключ находится у охранника. Больше ключей запасных нет. Второй выход был открыт только потому, что там выходят люди курить, но они как бы тоже закрыты. Когда я задала вопрос по поводу огнетушителей, сказали, что может быть есть какой-то один на все здание. Также мы находимся на первом этаже, у нас решетки на окнах. И мы попросили, чтобы сделали такие решетки, которые можно было бы тоже закрывать на ключ, либо же их бы просто сняли. На это нам сказали, что боятся того, что могут как бы ограбить. И, насколько я поняла, решетки сниматься не планируют. Руководство университета утверждает, что студенты находятся в полной безопасности. Аварийные выходы всегда открыты, огнетушители есть, да и со студентами регулярно проводят профилактические беседы. Но нашу просьбу впустить нас вовнутрь и показать все, как есть наглядно, мы услышали отказ. Тем временем нас приглашают через неделю, когда в университете будут проводиться учения. Почему мы сейчас не можем зайти? Ну, чтобы сразу увидеть, есть ли у нас план эвакуации. Потому что я предпо... Да, план эвакуации есть. Давайте начинать... Вся работа начинается с административного корпуса. Как я понимаю, вы приходите, говорите цель своего прибытия. Мы на месте смотрим бумаги, получаем разрешение на осмотр интересующих вас объектов. И начинаем обход. А не делается это спонтанно с улицы, с наскока. Открыто. Все открыто. Все выходы открыты и свободный проход. Студенты говорят, что они были закрыты и до трагедии. Они всегда были открыты. Всегда были открыты. Есть у нас все выходы, которые позорные, открыты. А почему студенты говорят, что закрыты? Ну, я не знаю, почему они говорят. Значит, информация такая у студентов неверная. Ага, то есть студенты... Я вам скажу, почему они говорят. Давайте я вам скажу, почему говорят. Потому что это наше упущение в том, что мы проводим тренировки по эвакуации один раз в полгода. Очевидно, надо чаще. Вот сейчас те, кто поступил, вероятно, они еще не проходили эту тренировку. Мы самоуверенным сотрудникам университета, конечно же, поверили. Но на всякий случай решили убедиться в сказанном лично. Мы попросили студентов самим проверить аварийные выходы, которые якобы всегда открыты. Вот у нас пожарный выход. Вот тут вот запасной. То есть вот это не открывается. А тут у нас замок, который тоже не открывается. Вот, сейчас пойдем к следующему. Вот второй наш пожарный выход. Вот запасной. Но мы когда открываем, что мы там видим? Видите? И напоследок студенты показали, как отапливается университет. Температура внутри примерно 16 градусов. На парах комфортно лишь в куртках и шапках. Родителям студентов даже приходится покупать одеяло. Когда будут морозы, дети тоже будут сидеть в одеялах. В принципе, они сидят и сейчас в одеялах, просто закутанные ноги у них. Мы одеяло закупили им, скидывали с деньгами. И как бы одно одеяло на два человека, вот так вот они попарно сидят за стулья. Через неделю нас пригласили на проверку противопожарной безопасности и учебную тревогу. Видимо, к тому времени планируют устранить все проблемы. Впрочем, скрытие, как показывает опыт, тоже весьма несложно. Светлана Довжук, Константин Нечерет, телеканал Репортер. Закончил спор кулаками. В Беляевке мужчина до смерти забил свою жену. По данным полиции, пара возвращалась от своих знакомых. По дороге домой между подвыпившими супругами возник конфликт, который перерос в драку. Когда женщина потеряла сознание, подозреваемый отнес ее домой, а сам ушел по делам. Вернувшись, он обнаружил женщину мертвую и сообщил об этом родственникам. 37-летнего мужчину задержала полиция. Ему грозит от 7 до 10 лет заключения. До полиции надошло поведомление от жителей села Граданицы про то, что ее родичка выявлена безознака жития. На теперешний час злоумисленнику поведомлено про подозру за статтею 121 ч. 2 Криминального кодекса Украины. Тривая следствие. И еще одно убийство только уже ради денег. В Приморском районе парень решил обокрасть своего знакомого пенсионера. Поздно вечером он проник в дом старика, но хозяин услышал посторонний шум и начал звать на помощь. Чтобы 85-летний мужчина угомонился, парень избил его до смерти. Мужчина не нашел в доме пенсионера ни денег, ни других ценных вещей и убежал. Я испугался, что товарищ меня узнает и начал кулаками бить в лицо. Он начал отключаться, я быстро убежал оттуда. Испугался и убежал. Потерпевшего обнаружила соседка, которая пришла к нему в гости. Женщина сразу же позвонила в полицию. Оперативники задержали молодого парня. Новые тарифы на отопление для одесситов будут ниже, чем ожидалось. Отопление одного квадратного метра площади ежемесячно будет обходиться примерно в 51 гривну. Согласно проекту решения Нацкомиссии по коммунальным услугам, тарифы для населения в следующем году вырастут на 32%. С 1229 гривен за гигакалорию до 1628. Добавлю, что 11 декабря на сессии Горсовета было принято решение о переводе одесситов на так называемые двухставочные тарифы. То есть горожане будут оплачивать услуги теплоснабжения не только зимой, но и в теплое время года. Совсем скоро городская сфера туризма пополнится молодыми квалифицированными сотрудниками. Международный гуманитарный университет подписал меморандум о сотрудничестве с Департаментом культуры и туризма Одесского Горсовета. Это первый вуз, которыми представительство муниципалитета подписало соглашение о совместной работе. Выбор партнеров не случайен. В МГУ уже готовят специалистов по направлению гостиничное и ресторанное дело. Не за горами открытие новой специальности. Концепция, которая определена президентом МГУ Академиком Киваловым Сергеем Васильевичем, трудоустройство каждого выпускника МГУ, она кропотливая работа и ежедневно воплощается в жизнь. И сегодня мы с вами стали свидетелем заключения меморандума о сотрудничестве с Департаментом культуры и туризма Одесского Городского Совета. Это новый шаг в развитии МГУ. И мне хотелось бы сказать, что на базе Института права экономики и международных отношений буквально в прошлом году была открыта специальность гостиничное и ресторанное дело. И сейчас университет планирует открыть специальность туризма. В университете уверены заключение меморандума между Департаментом культуры и туризма Горсовета и ВУЗом расширит сотрудничество, которое будет полезным обеим сторонам. Студенты смогут проходить практику, повышая уровень своей профессиональной квалификации. При этом муниципальная сфера туризма будет пополняться новыми профессиональными кадрами. Это первый ВУЗ, который предложил подписать меморандум, который отстраивает такую долгосрочную программу, продуманную, развитую, всеобъемлющую. Мы уверены, что заинтересованная планомерная работа, системная работа, которая сегодня демонстрирует ГМУ, она позволит вывести это на более высокий уровень. Благодаря усилиям и поддержке уважаемого президента Международного гуманитарного университета, академика Сергея Васильевича Кивалова, Институт права экономики и международных отношений, стремительно развивается. Планируется открытие новой специальности туризм, маркетинг. Все эти специальности нуждаются в плотном взаимодействии с работодателями, с потенциальными работодателями, которые будут давать рекомендации к образовательным программам, которые будут просматривать наш образовательный компонент. Во время подписания меморандума на торжественном собрании присутствовали представители туристических компаний, менеджеры отелей и гостиниц. Многие специалисты в сфере туризма уже долгое время сотрудничают с университетом, читают лекции и проводят конференции национального и международного уровня. И на этом наш выпуск завершен. Хороших вам выходных и до понедельника.